привет ребят закончился весенний охотничий сезон надеюсь у вас он закончился также успешно как и у меня пожалуйста кто не смотрел фильмы с моих весенних охот оставляю ссылочки в описании полюбуйтесь этой красотой всех добывших свои желанные трофеи поздравляю с полем но вместе с тем пришло время подготовить наш с вами оружие консервации то есть чистка уход за ним и уже до следующего сезона осенью и как раз недавно на меня вышла фирма н.к. называется новокраска это отечественные производители и специализируются они на камуфляжной краски для оружия но вместе с тем в линейке их продукции также присутствует средство для ухода и чистки для ухода за оружием и чистки что больше всего меня в принципе и заинтересовало вот они мне прислали три таких коробочки окраски мы с вами поговорим чуточку позже потому что сейчас нас с вами будет интересовать вот эти две коробки это пена специальная для удаления нагара с оружия и оружейное масло значит немножко давайте расскажу вот это пока мы отставим немножко давайте расскажу о вот этих двух вещах вот как я изучил спецификацию значит а именно о пене то есть стоит собой представляет это вот такой баллончик молодцы инструкцию вложили прям сразу сюда как пользоваться как что значит вот с такой вот насадкой то есть гибкой вообще эта штука да кстати прям баллончик так интересно они сделали вот эту наклейку он прям приятно очень в руке он то ли прорезинен ну то есть вот в общем не скользит мелочь такая да ну просто в руке приятно держать значит что собой представляет эта пена это некий состав специальный состав причем он оружие не вредит и в основном конечно он применим для удаления омеднения на нарезном оружии но также подходит и для любых гладких стволов то есть смысл в том что омеднение возникающие при стрельбе снарезного оружия эта штука удаляет а вот а свинцовку гладкого ствола ну придется удалять как обычно нам жестким ершом после этого вот это средство это пена по идее я вот не пробовал вот мы сейчас с вами будем это пробовать должна удалить нагар со ствола причем делать это намного эффективнее чем скажем при использовании там того же ружейного масла вот у кого также пятизарядки газа газоотвод как у меня те понимают да что это за процесс то есть там поршень там затвор там все и как правило у нас с вами поршень он весь в этом нагаре я уже не говорю о стволе не он но генные поверхностно активные вещества ингибитор коррозии активный ароматический добавок добавки углеводородный полипропилен техническая отфильтрованная вода консервант ребят я не химик я в этих составах не разбираюсь единственное что я отсюда вижу так это что эта штука также удаляет коррозию ну то есть вот эти точечки до когда если ствол не хромированный вот эта штука тоже очищает что немаловажно кстати для может старых ружей там двухстволочек тулочек и тому подобное вот я подробно увеличена вот показываю да что здесь написано вот зафиксируйте себе почитайте погуглите потому что в этом составе разбираться я просто сейчас для себя не вижу смысла мне важно его рабочие качества прежде всего этой пены но и ружейное масло так же само да это же с инструкцией опять же приятная такая штука ружейное масло но вот по запаху я уже попробовал она ну чем-то напоминает баллистол то есть фактически вообще здесь минеральный компонент содержится минеральное масло но вот как я говорю некий аналог баллистола баллистол тоже минерал ингибитор коррозии углеводородный пропилент то есть опять же средства защищающие от коррозирования масло защищающие от коррозирования опять же ребята вот показываю да что здесь написано сразу на трех языках пожалуйста если вы прям детально глубоко интересуетесь найдите что такое углеводородный пропилент и напишите мне в комментариях хотя в принципе мне это не особо интересно опять же мне важно его рабочие свойства а именно это для консервации оружия на длительный период и также его работа в низкие отрицательные температуры зимой то есть вот баллистол обычно я все все-таки протираю особенно там когда уже за минус 15 минус 20 я его стараюсь практически насухо вытирать как я уже почитал отзывы их тестировали всякие им именитые оружейные бренды и все единогласно пришли к выводу что данные средства идеально подходят для чистки и ухода за нарезным и гладкоствольным оружием ну что ж давайте смотреть как это выглядит на практике сейчас я разберу свой турок вы кстати кому интересно детально вообще вот полностью по чистке оружия сборка-разборка то есть не полная разборка включая съемку и сэма на армсон а 612 я оставлю тоже ссылку в описании давным-давно эти материалы снимал растянул их там на на час наверное времени ну чтоб прямо разжёвано все было вот детально как его разобрать как там все почистить как его собрать соответственно в принципе технологии чистки та же самая только сейчас мы будем с вами использовать вот эту пену ну а с красочкой мы потом посмотрим потому что я его красить не собираюсь но вам покажу мы просто посмотрим что это за баллончик мне прислали давайте сейчас я его разбираю и чистим давайте для начала все таки вот ознакомимся с инструкцией возможно этот самый случай когда она необходима прочтению но это просто такая бумаженца опять же на трех языках встряхнуть баллон перед использованием давайте последуем инструкции встряхнули не написано сколько просто встряхнули перед использованием так дальше разрядить оружие извлечь затвор это у нас уже все есть использовать пластиковую трубку заполнить ствол пеной пластиковая трубка так это наверное видимо вот она заполнить ствол пеной со стороны патронника до момента когда пена появится с противоположного конца ствола оставить стол горизонтальном положении на 15 минут из-за окисления меди пена приобретает голубоватый оттенок повторять процедуру пока пена не перестанет окрашиваться и станет белой после этого удалить пену при помощи салфеток для чистки и масло н.к. масло н.к. у нас вот там избегать попадания продуктов чистки в механизм оружия в общем вот это насчет омеднение это все таки я говорю это применимо для применимо для нарезного тут все понятно в общем в этой инструкции пока откладываем трубку нас больше всего интересует поршень самый у нас грязный как обычно для начала я обычно его всегда вот так вот протираю ну во первых чтобы руки тоже и больше всего нас интересует вот этот нагар именно на по краям ободка самого поршня кто же здесь он самый жесткий тут-то отсюда все это у нас стирается без проблем как она вообще выглядит интересно это пена ну давайте ох ё-моё это это прямо окажется пена как пена для бритья не знаю она попала прям мне на ствол сюда ничего я надеюсь со стволом тут не будет да это вот такая вот окажется штукенция ох ты как смотрите-ка вот здесь уже появился вот он проблеск да ладно да не может быть ну-ка а давайте-ка вот так вот сюда ее вот я теперь уже опытная ее просто на тряпочку наношу и вот так вот сейчас мы ее здесь всю размажем опять же а пусть она у нас так с вами и постоит немного а для начала с помощью вот этой трубки загружаем ее со стороны хвостовика насколько глубоко непонятно но попробуем вот так наверное придерживаем и пока там у нас не польется с другого с другой стороны да она у нас пошла обратно вот смотрите что происходит она у нас обратно почему-то я уже весь в этой пене что-то пошло не так да давайте поглубже туда ее запихнем попробуем вот так вот вообще вот ну по крайней мере она там обвлакла весь ствол но надо чтобы она пошла все-таки с обратной стороны о пошла как хорошо и здесь и здесь пошла о ничоси сколько ее вышли ну пока отставить до пены это очень много ладно это мы пока откладываем на 15 минут и у нас уже в принципе должен подойти поршень до смотрите блестит поршенек то здесь конечно есть некоторые моменты которые вот уже вот на этом же лапке но это уже практически в структуре металла но что вы хотите ружью у меня 10 лет на стрел там свыше 6000 поэтому я даже уже вот на такие вот вещи вот там которые вот по желобку там что-то идет вот это вот может какие-то вот здесь вот я даже на это не смотрю меня вот этот сам ободок посмотрите это просто вот это я не знаю зеркало и хэвэ эта штука работает берем масло как я обычно это делаю уже сразу видите вот с такой насадочкой посмотрим как выглядит это масло желательно вот на чистенькую ну как она вот сразу вот такой вот консистенции фактически как баллистол только чуть-чуть желтея наверное такой имеет желтоватый оттенок вот здесь даже лучше видно на белом обычное оружейное масло ничего в нем такого наверное минералка хорошая она немножко как-то вот пенится такой до маслянистая прям вот масло оно и есть масло слишком я никогда слишком такие жирные слои не оставляю то есть для консервации достаточно чтобы просто было хорошо промаслено вот так вот пленка чтобы создалась защитная пленка большего там особо не не требуется ну конечно очень жирная прямо-то пленка такая создается как раз для консервации самое то вот затвор у нас с вами готов весь такой маслянистый вот в таком виде это все и будет храниться до осени чистенький затвор вообще я вам скажу что очень экономично потому что вот я наношу да и молодцы вот эта штука вот мне очень нравится то что они продумали вот эту насадочку уже она штатно идет очень экономично используется не как баллистол баллистола я больше обычный он сразу моментально вот распыляется и прям жирным слоем таким хотя я не любитель чтобы это все текло где-то и вот именно в жиру в таком было поэтому я это все все равно протираю но вот эта пленка нам больше всего важна именно защитная пленка масло которая обволакивает детали ну вот посмотрите да в принципе вот это вот уже готово все для консервации длительного хранения насадку насадку сужения я еще не снимал ну потому что жесткий ерш и по резьбе это не очень хорошо вот пена вышла остатки смотрите сразу потекло вот ох ты смотрите-ка ребят прямо вот отсюда потек весь этот нагар все это сразу потекло ну давайте еще разок особо с этим не надо переусердствовать вот она вот эта грязюка вся не знаю видно вам нет пока это вот так вот все это выглядит хром есть но еще не идеал поэтому смотрим на свинцовку прежде всего и вроде бы она снялась я не знаю сейчас требуется ли еще эту пену носить давайте просто я сейчас патчем пройдусь теперь и посмотрим насколько сколько грязи оттуда вышло пока пусть там проходит а мы попробуем сейчас посмотреть что будет у нас стволом ну вот собственно вот он весь нагар сразу остается на этом патче вот такая вот грязюка ребят ну вот я сейчас прошелся один раз просто туда обратно ну не знаю будет вам видно нет результат да да вот она вот она счастье ну а свинцовки скорее всего там может она какая-то и была вначале я просто сдернул да вот жестким ершом я просто сдергиваю всегда вот и вместе с грязью с нагаром освинцовку ну ребят это вот один раз я прошелся после этой пены мы сейчас что делаем мы берем вот это вот масло уже не и теперь уже теперь уже пока я смотрите я пока насадку еще не снимаю проходимся маслом то есть наносим его прям по всему каналу ствола отсюда и отсюда вот она ну вот так она пенится были стол вот кстати так не пенится да тут еще полную игру расход у него кстати вообще расход незначительная я вы знаете я фанат вот это вот все побольше использовать опять же уже теперь свеженький по господи патч начитался тоже тряпочку берем обычно я вот белые какие-то старые там знаете будете бывают просто не там жена оставляет вот всегда на белом всегда видно ну давайте это вторая прогонка пошла надо было потолше его сделать ну ладно вот еще грязь видно но уже видно и масло видите еще пока есть но это все это грязь она идет эта грязь она идет сейчас с насадки первая тряпка после пены вторая после масла 2 прогон сейчас я выкручу отсюда сужение и уже без сужения третий раз с маслом мы прогоняем ствол выкручиваем третий раз с маслом мы прогоняем ствол выкручиваем опять же рассказываю как это я делаю вы можете это делать по-другому у всех своя технология и хорошенько вот она хорошо сейчас в натяг идет о смотрите вот фактически до остается одно масло есть еще есть немножко грязи поэтому так как мы все-таки консервируем оружие на длительное хранение поэтому все таки надо добиться прямо идеальной чистоты чтобы вот уже но уже ребята уже фактически вот уже одно масло остается сейчас еще несколько раз я думаю это будет в идеале но там уже просто там просто красота ствол у нас близится к финалу я выложил все четыре тряпочки эти патча от самый грязный это был первый прогон вот с пеной и три прогона уже с маслом значит вот второй до видно на третьем уже практически грязи нет и этот в идеале ствол сейчас вам покажу на просвет видно до насадку я уже тоже сделал сужение накрутил то есть в идеале просто в идеале но это еще не все у меня есть финальный штрих сейчас я вам его покажу хвостовик я тоже почистил кольцо вот это вот приемное поршневое также почистил значит в конечном итоге я использую вот такой вот в мягкий войлочный ерш это финальная часть этого можно не делать но как говорится я уже эту долю привычки эта традиция вообще чистка ружья ребята это дело такое так это вот пена надо запомнить пена это вот она золотистым здесь цветом окоемкой масло серебристый а то я их пока еще путаю но это по цвету хорошо что они кстати сделали это вот быстро запомнится то есть пена хотя я бы например на самом деле вот не пену бы сделал серебристый да но это логично кстати вот мне мысль пришла если сейчас меня смотрят производители обратите внимание да вот все таки масло она все-таки ближе вот такого цвета поэтому логичнее на вот распылителя баллончики с маслом делать вот такой цвет она пене соответственно вот беленький такой светленький серебристый поэтому я их кстати и путаю но придется поменять местами пока возможно уже к моменту того когда вы захотите приобрести меня услышат и поменяют окоемку но это логично кстати краска она там зеленый по-моему окоемкой чуть позже к ней берем масло и вот на этот самый мягкий ершик немного прям буквально немного ребят распыляем вот достаточно и проходимся прямо уже с сужением вместе это для консервации потом перед охотой я возьму еще патч вот ну тряпочку да и пройдусь насухо гердим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, ребята, чистка, смазка, консервация готова Оружие теперь отправляется в сейф И до сентября мы про него забываем благополучно Вот те, у кого глатоствольные полуавтоматы Не важно, отечественные, турки, итальяшки А именно газоотводы Те понимают, что чтобы полностью вычистить все Требуется усилие и достаточное количество времени Очень много всяких труднодоступных мест Но вот что я вам скажу С этими двумя штуками А я вот сегодня еще раз скажу Первый раз этим пользуюсь Это значительно облегчит ваш труд По крайней мере для меня вот так было В общем, что мне понравилось в этой пене Во-первых, для меня очень важна именно поршень Очистка поршня Вот я мучился с ним постоянно Чтобы вот эту верхнюю часть от нагара очистить Он такой въедливый нагар С этой штукой это просто делается на раз-два То есть она как-то вступает в реакцию Вообще, вот я заметил, что в стволе Я уже даже ее в ствольную коробку туда, значит, залил В магазин сам То есть она вступает в реакцию с этим нагаром И просто потом такой как бы жидкостью Такой вот грязной вот это стекает Остается просто это дело хорошенько протереть И дальше уже используем масло То есть масло тоже имеет, как я понял, некие очистительные свойства То есть две эти штуки, они работают в паре Вообще, вот по стволу даже чистка с маслом Вот это финально 4 раза, ребят И как бы и все Ну вы сами все видели Вот с баллистолом это у меня происходил процесс Ну, не знаю, раз 8, наверное, я прогонял Чтобы вот до полной частоты привести ствол Буду я дальше использовать эти вещи Потому что, ну, я доволен остался результатом Вот эта компания НК, да Они же специализируются на камуфляже для окраски оружия Любого назначения У них есть какие-то наборы специальные Трафареты То есть вообще все, что касается покраски оружия В любой камуфляж, который вам на ваш вкус и цвет Вот мне тоже такой же баллончик вложили Причем я не просил, но мне вложили черного цвета То есть тут черная краска Как раз-таки подходит к моему оружию Есть у меня там такие вот огрехи Где-то уже там что-то вот Ну, тут где-то скололось Где-то еще чего-то Какие-то, в общем, потихоньку где-то в ранение уходит Вот так вот буквально чуть-чуть его там пропшикнуть Изностостойкая краска НК новокраска Идеальная для покраски и нанесения камуфляжа на оружие Снаряжение, детали автомобиля Изделия из металла, различных сплавов, бетона и пластика То есть это вообще штука в принципе универсальная Подходит для защиты металлических изделий от коррозии И воздействия агрессивных сред Создает устойчивое и комеханическим, и температурным воздействием Покрытие до 250 градусов Цельсия Наносится без предварительного грунтования Быстро сохнет Я знаю, ребята закрашивали этой краской Я уже посмотрел ролики тоже В общем-то, даже снимали уже там год использования Держится она хорошо Зайдите на их сайт, ссылочка в описании на сайт На сайте представлен весь перечень того, что производит компания То есть и краски вы там найдете И опять же, вот эти наши с вами пену и масло То есть очень много всего изучите Отдельно, ребят, хочется как бы сделать акцент на том, что это все-таки отечественный наш производитель Я всегда, да, я всегда вот Когда вижу, что это сделано в России У Аксиома произведено Телефон вот здесь даже контактный на баллоне Дата изготовления До какого числа годен Вот, причем на трех языках Английский, немецкий и русский То есть, видать, и на экспорт это дело Возможно, поставляется Я не знаю Но, по крайней мере, что это отечественный производитель Это вдвойне отрадно Это значит, что как бы не нужно искать аналогов А так как эти штуки действительно рабочие Вот, я первый раз, но буду еще использовать Возможно, я потом, где-то там в процессе Через сезон, может быть, через несколько сезонов Еще раз запишу какой-нибудь материал Касаемый этих штук И уже расскажу по факту многочисленного использования Я переговорил с представителем фирмы И мне, ну, то есть, мне, вам Предоставляется скидка 5% На всю их продукцию Включая вот эти вот замечательные средства очистки Значит, все промо-код Как, куда его вводить Также ссылка туда же на сайт На эти средства Все по ссылочке в описании под видео Изучайте В общем, друзья, в итоге Что хочу сказать? Возьмите, попробуйте Вот как я взял это, сделал первый раз То есть, я бы рекомендовал вам эти штуки Особенно касаемо пены Потому что, ну, вот, как я Да нет, вы посмотрите этот ролик Который у меня там Я снимал, бог знает когда Полная разборка Армсан Там с чисткой Посмотрите, чем я это чистил Сколько Это такой нудный, длинный Фильм получился там часовой Ну, промотайте, если что Вот так вот По сравнению с тем, чем я чистил Вот эта пена Это просто в разы Облегчает труд Особенно, что касается Там таких труднодоступных мест И вот касаемо ствола Ну, такого времени Я ему уже не уделял Просто чистить Там больше было нечего На четвертый раз То есть, четыре прогона Всего И поршни, да Нет, эта штука реально работает Поэтому, ребят Рекомендую однозначно Попробуйте Потом сами напишите Своё мнение В комментариях Я же вам желаю Большущей удачи Как обычно Теперь уже увидимся Мы с вами, наверное, летом У меня там подготовлены И другие материалы Если что Всякие советы Пожелания Или ещё что-то И касаемо Может кто-то уже пользовался Такими штуками Пишите в комментариях Будет интересно Потому что я буду пену Однозначно Эту у них брать Мне она понравилась Ну и, пожалуй, наверное, всё Ребят, пока Увидимся